Всем привет, это SB1813, я с вами продолжаем кей-поп пачку, но на очереди у нас не совсем кей-поп, у нас кей-рок, такая группа как Rolling Quartz, и на которую мы уже делали реакцию, причем я делал реакцию ее без пачки, без комментариев, оказывается, что вы мне очень давно про нее писали, но нашел ее в итоге сам потом, то есть изначально я делал, что они там, кавер какой-то, а, они каверы тоже на BTS и Blackpink делали совместно, мне тогда очень понравилось, своеобразно так было, я потом зашел на их канал и посмотрел, там очень много чего можно посмотреть, и, кстати, в этой же пачке я сделаю еще один от себя, тоже один их кавер, но это уже в конце будет, а вот так вот то, что вы мне написали, Broken Machine, комментатор мне написал, что можно на них сделать, еще, причем, давно тогда, когда я смотрел Dreamcatcher, что вот, мол, они тоже, типа, с гитарами, все дела, но при этом они еще сами не играют, это правда, да, у них полноценная группа, я это уже все посмотрел, прошарил, как бы они достаточно прикольные, причем играют они, знаете, не вот этот, типа, такой, типа, рачок, да, попрачок, а вот, как я говорил, тогда там чуть ли не мазафака была, такая, типа, не супертяжелая, но тем не менее, достаточно качевая, что будет тут, не знаю, трек Азалия называется, я так и не понял, их трек или тоже кавер на что-то, вот, но, тем не менее, сейчас посмотрим, все, посмотрим, там, естественно, полноценный клип, и, собственно, давайте, давайте посмотрим, Go. Нормально так. Сразу металла навалили. Забавно, что сначала басистка вначале была, потом она отошла. Маленькие у них, конечно, эти, как это называется, платформы, на которые нужно будет вставать, особо там не расходишься. Очень забавно выглядит вот эта вот, вообще, в принципе, блин, басистка выглядит прикольно. Басистка и гитаристка вот эта, они как будто не особо высокие, и гитары по сравнению с ними, типа, выглядят такими громоздкими прям. А вот эта вторая гитаристка с синими волосами, она, как я понимаю, там самая большая, и поэтому, ладно, вот у нее, в плане с гитарой, все выглядит нормально. Ну, это даже достаточно, не знаю, миленько, что ли. Как же волосы, наверное, мешаются, когда они прям на гитару спадают. Ну, ладно, это клип. Субтитры сделал DimaTorzok Очень прикольные соляки, без свипаков всяких вот этих ненужных метальных, и причем не очень долгие. Прям нормально, нормально. Единственное, знаете, инструментал такой, как будто я какой-то король и шут слушаю, если честно. Может быть, потому что я сейчас очень много его слушаю, так уж получилось вот у меня. Но это реально похоже немножко в плане вайба. Ну, прикольно, 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 на самом деле, прикольно, и чики выглядят. Польша мне нравится, конечно, вот эта гитариста с синими волосами, вот эта есть из шевелюра. Нифига, она там басыми ногами играет. Ну, так. Не, внешне они прям вообще хорошо. Да-да. Так, ну вот мы посмотрели и послушали трек «Азалия». Наверное, так он называется, и название трека точно вот это, потому что там их что-то по-корейски, я надеюсь, вот это. О группе «Роллинг Варц», которая писала «Броки Машин», но, как я уже говорил, я эту группу, в принципе, нашел как бы чуть-чуть пораньше. До пачки, хотя, естественно, писали вы мне намного раньше, чем я сам нашел. Что я хочу сказать, на самом деле прикольно, на самом деле прикольно. Опять же скажу по поводу вот этого момента, да, то, на что это похоже. Фишка в том, что, ну, уже те, кто, опять же, подписан на Телеграм и ВК, там, наверное, ни для кого не секрет, что я немножечко опять проникся в группу «Король и Шут», это было по моему детству. Вот, и тем более сейчас еще сериал как бы уходил, прикольно достаточно. И я очень-очень много сейчас ее слушаю, прям, не знаю, ностальгия у меня сейчас идет, или просто как бы я открыл ее с другой стороны. И вот как будто бы, как будто бы тут именно инструментал, вот именно инструментал, вообще вайб какой-то, знаете, типа полу какой-то, вот именно такой полупанковский, полу такой мелодичный. Вот, ну, не говорю, что это прямо одно и то же, может, это мне так показалось. Но вот что-то, что-то есть такое. Но в целом, в целом, как бы это неплохо, то есть в целом трек прикольно достаточно звучит. Вот, и все гитары, бастом, ударку, вокал, все слышно хорошо, читаемо. Мне понравились селяки, что они не метальные, не выпендрежные, а просто вот именно мелодичные, вкусные селячки. Вот, причем небольшие, у второго гитариста вообще такое, там буквально пару секунд шло, и это хорошо, это супер. То есть не вот это, знаете, как в японских, да, girls-бэндах, про которые я теперь не буду ничего говорить, потому что я не буду на них просто снимать ничего. Вот там я говорил, что мне совершенно не нравилось то, что вот эти бесконечные селяки, выпендрежь, не нужны. Вот, тут же такого нет, тут именно в плане самого трека это все хорошо звучит. Так что треку особо не прикопаешься, но он не слишком такой, наверное, интересный. То есть даже вот именно то, что я тогда смотрел, у них вот этот вот кавер, он был такой более интересный, наверное, идейный. Вот, но в целом, в целом нормально, нормально. Мне понравилось, что там немножко кафтанчики, то есть такой разгон под конец был. Ну и в принципе они себя ведут, на самом деле тоже смотришь вот сюда и, типа, веришь, что они реально играют на гитарах, и там басистка у них прикольно все это выглядит. Вообще по поводу внешнего вида надо сказать, что они очень круто выглядят. Вот, опять же, кип-опперши, которые, типа, только с гитарами, которые еще играют. И в отличие от каких-нибудь условно там дримкетчер, которые, типа, не играют, они только танцуют, да, вот, а играют там другие люди. Тут же именно это смотрится круто, это реально смотрится круто. То есть у нас было так с мужским кироком, да, я тоже говорил, что, типа, ну, они выглядят как кип-опперы, но при этом играют как бы рок-метал. А тут же то же самое, только вот именно с точки зрения именно женской. То есть вот они выглядят как очень прикольные кип-опперши с костюмами, с пришелсками, все вот это вот очень-очень хорошо, очень стильненько, очень красиво. Но при этом как бы еще и с гитарами, и, опять же, ведут себя не просто, знаете, стоят с гитарами, а вот именно полноценные, как играют и так далее. Так что, короче, мне все понравилось на самом деле. Прикольно. Так, опять же говорю, не суперкрутой, вот почему-то мне напомнил Киша, но это, наверное, мои какие-то придирки. А может быть и нет, может, тоже напишите, что вам он напомнил, да, из какой серии жанра. Больше на самом деле. Но в целом, в целом, типа нормас, нормас, они прикольные. Я вот за ними начал потихонечку следить. Надо будет посмотреть, что у них именно своего. Надо послушать их будет. Я еще не успел их послушать, надо будет их послушать именно в соло, что у них есть. Отдельно от каверов. Но кавера обязательно будем тоже у них смотреть, потому что кавера у них тоже вроде как прикольные. Ну и, в принципе, наверное, все. Спасибо тебе. Посмотрим реакцию в описании, нравится, нравится, сами все знаете. И все, я пойду дальше, опять же, смотреть уже, наверное, кей-поп. Так что все, пока. Продолжение следует.